Наступил новый день, я переначивал в хостеле за 5 долларов, меня покормили даже завтраком. Вот такой заливчик небольшой, плавучие ресторанчики, там дальше, видите, кораблики, тут тоже какие-то плавучие лодочки. И вот такой весь городок, небольшой, туристический, с охрененно плохим английским. У них просто такой акцент, что его хер поймешь. Что-то я даже австралийцев начал не понимать. Я сейчас буду загорать, валяться и ни хера не делать. Что вы говорите такое? Ничего не понятно. Что-то чуваки там не говорят, типа нельзя на велосипеде, а мне насрать на это. Иду по красивым дорожкам, с прекрасным видом, куда-то там в дикие места, где много-много диких абзиа, ведь здесь их нету. Ну уж какую-нибудь живность я увижу. Велосипед, как всегда, со мной. И двигаемся потом на пляжах. Так, завтра покатаемся на каях. Мне повезло, здесь даже дорожка, так что я уже еду на велосипеде. Какие камешки, хочется искупнуться. Кстати, вода зеленоватая. После того, как ты выходишь из воды, на тебе такие полосочки остаются небольшие. Вот этот пляжик, где я купаюсь. Ну и вот тропа. Вот такие у них настоечки. Есть с ящерицами, с какой-то корнем и хренью. Какие-то грибы и даже змея есть. Ну что, я сейчас буду брать каяк. Вот это какая-то пухта. Здесь какая-то стоянка, теперь поймешь. Приехал на велосипеде. Стоит аренда 150 тысяч. Попробую сейчас немножко еще торговаться. Находится вот на этих домиках и плыть куда-то на туда. Ну, сейчас покажу вам, как люди живут. Вот такие здесь мостики. Это как кафешечки и одновременная база для локтуры. И вот так люди здесь сидят, живут. Так в аренду, пол шатается. И здесь вода. Что, я взял каяк. Плыву куда-то. Один. Ну вот такая здесь красотень. Сейчас мне надо туда. И потом пошел налево. Вот здесь вот так вот все. И водичка, водичка. Короче, офигеть. Волны. Дрелесть. Вот такая красотень. И я уже подустал греть. Я добрался до небольшого острова, где есть пляж, мой каяк, грязь и вода. Ну, естественно, я. Та-да-да-да! Я уже устал, блядь, грести. Ну, я на пляже. На диком пляже. Прочувствовать, как Робинзон кружит. Короче, я что-то лоханулся. Можно было здесь переночевать. То есть, дать каяк на два дня. Это было бы даже довольно очень интересно. Ну, еще посмотрим. Может быть, я еще смогу вернуться. Разницы-то нет. Через два-три дня, как раз, отдохну и поеду опять. Я приплыл еще на один пляжик. Меня жалко только разворачивает, поэтому не могу красивый вид заснять, который находится сзади. А вот так могу. Я с веслом плыву. Там чуть дальше были такие волны, чтобы, бля, хера возьмешь. Даже телефон был, а так ссыкотно. Сейчас пойду туда сплаваю. Вон, бухточка небольшая. Отдохну и поплыву дальше изучать места. Я доплыл еще до одного острова. Здесь их множество островов. Очень красивый вид. Здесь сразу скальная порода. Но есть тенек. Можно какое-то время здесь потусоваться, позалипать. Пляжик такой небольшой, дикий. Жирности не видно. Красота. Чубак молодец, ползает. Да, это интересно было бы. Прелесть, а не вид. Догнал я каякеров. Вот такие горы. Вот такая красотень. Виды все меняются, меняются. Я уже подустал. Сейчас еще место, где можно было передохнуть и бы направлять в сторону дома. Я уже наплавал в районе 5 километров. Красивый вид. Приятная усталость. Я опять на каком-то пляжике. Валяюсь. Он находится в тени. Это уже приятно, потому что уже нажарился. После вчерашнего лежания на солнце подзагорел. Мой каяк. Ну, все здорово. Я доволен. Да, вот красота природы, это, конечно, круто, но еще и есть вот эта жизнь людей. Конечно, удивляешься. Они живут вот так всю жизнь на воде. Очень много собак здесь. Просто вообще. Нет слов. Целая деревня. Это попросту какое-то шоу. Мы будем праздничать. Редактор субтитров А.Семкин